Заниматься математикой – это прежде всего доказывать то, что утверждается. Мы уже видели, что стереографическая проекция переводит окружности на сфере, не проходящие через полюс, в окружности на плоскости. А теперь мы это докажем. Хоть эта теорема и известна с давних времен, это я, Бернхард Риммен, докажу ее вам. Меня часто упоминают, когда говорят о сфере Риммена. Доказать это намного больше, чем показать. Недостаточно просто заметить в фильме, что кривая выглядит как окружность, чтобы быть уверенным, что это на самом деле окружность. Математическое доказательство должно убеждать при помощи рассуждений и должно обосновывать, почему это действительно окружность. Великий Евклид в III веке до н.э. впервые сформулировал правила игры в математике в своей книге «Начало». Всякое доказательство должно основываться на фактах, которые, в свою очередь, также должны быть доказаны. Но в самом начале, разумеется, необходимо с чего-то начать, принимать ряд утверждений без доказательств. Это аксиомы. Математика, таким образом, представляется как огромная конструкция, фундамент которой аксиомы, в которой каждый кирпичик опирается на предыдущий. Чтобы доказать теорему стереографической проекции, нам следовало бы, в принципе, вернуться к аксиомам. Конечно, у нас здесь на это не хватит времени. Поэтому мы предположим, что мы уже доказали основные теоремы геометрии, которые мы, скажем, изучили в школе. И перейдем к доказательству теоремы. Начнем с простой вещи. С пересечения сферы с плоскостью. Заметим, что когда сферу пересекает плоскость, не касательная к этой сфере, сечением является окружность. Это четко видно, но почему это правда? Как это доказать? Для этого рассмотрим произвольную плоскость, синюю. Мы можем опустить перпендикуляр из центра С сферы на плоскость. Позначим через П основание этого перпендикуляра. Рассмотрим две точки А и Б, принадлежащие пересечению сферы и плоскости. И рассмотрим два треугольника ЦПА и ЦПБ. Они имеют общую сторону ЦП. Это два прямоугольных треугольника, так как угол в точке П прямой. Разумеется, ведь прямая перпендикулярна ЦП. Но гипотенузы АС и ВС имеют одинаковую длину, потому что точки А и Б находятся на сфере и, следовательно, равно удалены от центра С. Теперь вспомним теорему Пифагора. Поскольку у наших двух прямоугольных треугольников совпадают длины двух сторон, на самом деле совпадают длины всех трех сторон. Таким образом, мы доказали, что стороны ПА и ПБ имеют одинаковую длину, то есть, что точки А и Б лежат на одной окружности с центром П на синей плоскости. Иначе говоря, мы доказали, что все точки, находящиеся одновременно на плоскости и на сфере, принадлежат одной окружности. Но означает ли это также, что все точки, лежащие на этой окружности, будут находиться на сфере и на плоскости? А приори нет, нам еще нужно это доказать. Возьмем точку А на пересечении сферы и плоскости. Рассмотрим окружность на синей плоскости с центром П, проходящую через А. Мы покажем, что эта окружность лежит целиком на сфере. Пусть Б – произвольная точка этой окружности. Рассмотрим два треугольника – ЦПА и ЦПБ. Они имеют общую сторону ЦП. Это два прямоугольных треугольника, так как угол при вершине П прямой. Но длинный сторон ПА и ПБ равны, потому что точки А и Б лежат на одной окружности с центром в точке П. Опять же, по теореме Пифагора мы заключаем, что гипотенузы имеют одинаковую длину – ЦА равно ЦБ. Отсюда следует, что точка Б также лежит на сфере, поскольку расстояние от нее до центра такое же, как и от точки А. Итак, мы доказали, что если плоскость пересекает сферу, в пересечении получается окружность. Рассмотрим теперь диаметр АПБ нашей окружности и поместим его в плоскость экрана. Синяя плоскость представляется на экране как прямая, а сфера – как окружность. Проведем касательные к окружности в точках А и Б. Они пересекутся в некоторой точке С. Разумеется, прямая ЦС – это еще и ось симметрии нашего рисунка. Почему, спросите вы меня? Да потому что треугольники ЦАС и ЦБС равны. А это почему? Ах, да потому что это два прямоугольных треугольника, имеющие общую гипотенузу, а их стороны ЦА и ЦБ равны. Почему? Потому что это два радиуса одной окружности. Видите, если бы нам пришлось идти до самых оснований всех рассуждений, наш фильм оказался бы самым длинным в истории кино. Смотрите, мы только что доказали, что окружность, нарисованная на сфере, может всегда рассматриваться, как множество точек контакта конуса вращения и касательные ему сферы. Если хотите, сфера оказывается как шарик мороженого внутри конуса рожка. Хорошо, но это еще не все. Не будем забывать о нашей цели. Доказать, что стереографическая проекция переводит окружность в окружность. Сначала мы докажем то, что математики называют Леммой. Вот плоскость, касающаяся сферы в некоторой точке А, которую мы рассматриваем в сечении. Рассмотрим теперь касательную плоскость в другой точке В, видимую также в сечении. Эти две плоскости пересекаются по прямой D, но мы не видим пока ничего, кроме точки, потому что это прямая перпендикулярная экрана. Рисунок, который вы видите, симметричен относительно бисектрисы двух прямых, которые мы видим. Трехмерный рисунок симметричен относительно бисекторной плоскости двух касательных плоскостей. Возьмем плоскость, содержащую отрезок АВ. Она пересечет нашу прямую D в точке M, если, конечно, она не будет ей параллельна. Симметрия рисунка по отношению к бисекторной плоскости показывает, что отрезки АМ и БМ имеют одинаковую длину. Треугольник АБМ равнобедренный. Это и было нашей Лемой. Хорошо, теперь мы можем доказать нашу теорему, основываясь на том, что нам уже известно. Рассмотрим окружность на сфере, не проходящую через Северный полюс. Мы хотим доказать, что ее проекция является окружностью. Смотрите, если вместо проекции на плоскость, касающейся в Южном полюсе, мы спроектируем на другую, но параллельную плоскость, замечательная теорема Фалеса нам гарантирует, что все проекции подобны. Поэтому, рассматривая нашу теорему, мы имеем право выбрать нашу плоскость проекции как хотим. Разумеется, при условии, что она остается параллельной касательной плоскости Южного полюса. Отлично! Поместим нашу окружность в конус. Вы вспоминаете шарик мороженого в рожке конусе с вершиной С? Мы спроектируем на горизонтальную плоскость, проходящую через С. Точка Б проецируется при этом в точку Д. Но посмотрите на рисунок. Треугольники АМБ и ДСБ подобны. Почему? Еще одно применение теоремы Фалеса, не так ли? Вспомните нашу лему. Треугольник АМ равнобедренный. Поэтому тоже можно сказать и о треугольнике БДС. И значит длина отрезка БС равна длине отрезка ДС. Когда точка Б перемещается по желтой окружности, отрезок БС остается касательным к сфере. Поэтому его длина постоянна. Раз отрезки БС и ДС имеют одинаковую длину, подвижный отрезок ДС также имеет постоянную длину. Но посмотрим. Утверждать, что длина ДС остается постоянной, это то же самое, что сказать, что Д описывает некоторую окружность с центром С. И, следовательно, проекция нашей желтой окружности на горизонтальную плоскость, проходящую через С, принадлежит некоторой окружности. Мы уже видели, что по теореме Фалеса отсюда вытекает, что проекция на плоскость, касательную в Южном полюсе, также содержится в некоторой окружности. И это есть то, что и требовалось доказать. И, следовательно, проекция на плоскость. И, следовательно, проекция на плоскость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok